В 2014-м они переступили порог школы и тогда же впервые оказались на экране. Счастливые, несмышленые. Год за годом зрители могли наблюдать за изменениями, происходящими с учениками класса. Я готовилась очень хорошо. Когда была я на даче, мне папа купил рюкзак огромный, красный. Я положила книжки, карандаши, фломастеры. Какие оценки будешь получать? Пятерки и четверки. С тех пор прошло 7 лет, теперь ребята приближаются к старшему звену. Появляются новые предметы, формируются индивидуальные вкусы и предпочтения. Обозначаются приоритеты на дальнейшую взрослую жизнь. Интригующе, волнующе и интересно. Во-первых, а вправду появляется новый предмет – химия. Пропускать уроки по нему нельзя, как говорится, потому что довольно сложный предмет, дополнительно интересно. И хочется узнать много нового. И перейти в 9 класс с чувством, что не то, что ты ничего не знаешь, а то, что наоборот, все будет хорошо, ты все сдашь. С таким же настроем новый учебный год начали и одноклассники Ксении. Впереди все самое важное и интересное. Главное, есть надежная поддержка. Педагоги и родители, которые также с удовольствием наблюдают за взрослением и успехами своих чат. Замечательная идея возникла 8 лет назад о том, чтобы снимать детей именно в этот день в течение всей учебной жизни. Все родители делают, конечно, съемки, делают фотографии, снимают видео. Но вот такой организованный сбор информации, скажем так, каждый год в один и тот же день, каждый год, это замечательная идея. Взросление детей, взаимоотношения между ними, учителя, которые у них являются, это самые классные руководители, все это видно на этих видео. В планах журналистов наблюдают за детьми до получения ими аттестатов о полном среднем образовании. Антония Малахевич, Станислав Новокрещенов. Специально для Новостей.